Главное не потерять уникальность. Сегодня в Доме правительства обсудили проекты благоустройства малых городов Чувашии, которые победили на всероссийском конкурсе и получили федеральное финансирование на преображение. На что потратят средства в АлатРе, Канаше и Ядрине, расскажет моя коллега Валентина Алексеева. В общей сложности свыше 150 миллионов рублей с федерального бюджета получат три муниципалитета из нашей республики. Ядрин, АлатРе и Канаш победили на конкурсе в жесткой борьбе с другими малыми городами России. Кстати, АлатРе подавал заявку три года подряд и успешной стала лишь последняя попытка. Наша концепция называется АлатРе – город-музей. И на самом деле мы взяли ту историческую часть города, соединяющую, во-первых, это современность и историю, культуру. У них тут двух монастырей мужского и женского. Всего облагородить планируют два парка и сквер. А вот в Канаше проект благоустройства решили строить вокруг железнодорожного вокзала. Ведь сам город пошел именно от этой станции. Здесь обновят дороги в центре города, парк Дворца культуры и сквер вокруг обелиска Славы. А вот Ядрин, где полностью преобразится центр, стал первым городом Чувашии, который узнал о победе во всероссийском конкурсе. Поэтому темпы работ там опережают графики АлатРе и Канаша. На следующей неделе строители выйдут на объект. Уже заведены инертные материалы, буквально на прошлой неделе поставлены уже дорожные знаки. Люди предупредены, сказали, что будет время и неудобства. На опыте Ядрина, уже набившего шишки, нужно учиться, подчеркнул временно исполняющий обязанности главы Чувашии. Олег Николаев поручил Минстрою разработать алгоритм действий для других городов, только что выигравших всероссийский конкурс. Речь зашла и о возможном появлении в Чувашии проектного офиса с государственным участием, чтобы там аккумулировались опыт и идеи благоустройства, чтобы туда привлекали специалистов-проектантов и архитекторов, в том числе и молодых. Первичная разработка концепции планирования Московской набережной и Красной площади и Залива – это, конечно, архитекторы, которые были рекомендованы Минстроем России. Это Московская архитектурная школа Ломашлав и так далее. Никто никогда, конечно, не потянет оплату таких архитекторов. И были отобраны наши студенты, ребята, которые проектируют уже сейчас. Отметим, что к 150 миллионам федеральных средств деньги добавит республика, а также сами города. Предусмотрено и так называемое внебюджетное финансирование, то есть скидываться на благоустройство будут бизнес или местные жители. Это прописано в каждом проекте. Валентина Алексеева, Михаил Солин, Вести Чувашия.